Понятно, что для уходящей администрации Обамы успехи российской группировки в Сирии как кость в горле. В интервью NBC, покидающий свой пост, министр США обороны Эйстон Картер врал, словно обиженный ребенок. Нет, они не сделали ничего против исламского государства. Фактически ноль. Они пришли, говоря, что будут бороться с ним и помогать урегулировать гражданскую войну в Сирии. Они не сделали ни одно из этого. В ответ Сергей Шойгу посоветовал Картеру быть аккуратнее в высказываниях. Вчера наблюдал выступление одного из моих коллег из дальнего зарубежья, который дал, как он сказал, нулевую оценку вклада России в борьбу с терроризмом в Сирии и вообще в том регионе. Можно было бы с этим согласиться, если бы мой коллега, а, не перепутал страну, и, б, действительно, был бы аккуратен в таких оценках. Наша авиация, начиная с сентября 2015 года, совершила 19 тысяч боевых вылетов, нанесла более 71 тысячи ударов по инфраструктуре боевиков, разгромила почти все подпольные нефтеперерабатывающие заводы, с которых кормились террористы. ВВС Международной коалиции за это же время нанесли воздушных ударов на порядок меньше, около 6 тысяч. При этом часто били по правительственным войскам. В сентябре в Дейр-Эзоре погибли около 80 военнослужащих регулярной армии. Последний случай 3 января, когда Б-52 отбомбился по сирийским позициям. Более 20 погибших. Основные задачи, которые ставили, и которые ставили перед нами Верховный главный командующий по Сирии, в прошлом году выполнили. Как бы тяжело и сложно не было, как бы мы не нуждались в поддержке той самой международной коалиции, которая, на мой взгляд, сработала не просто по нолям, а в минус. К великому сожалению, мы этой поддержки не увидели. Именно это потребовало от нас напряжения всех наших сил, всех наших возможностей. Продолжение следует...